всем доброго времени суток с вами опять прыгун и мы продолжаем играть во второго дракулу игру под названием дракула последнее прибежище как вы помните в прошлой серии мы с вами прибыли в трансильванию да да снова в тот замок дракулы в котором мы с вами бродили в первой части этой игры но мы тут немножко полазили прошлой серии нашли динамит битфордов шнур как я думаю и собственно на этом произошел у меня серьезный затуп после чего я основательно тут полазил очень основательно и вот что я обнаружил обнаружил я следующее мы с вами можем открыть эту дверь путем тупого подбора кодов которые изображены вот здесь видите тот же самый символ который мы видим на замке этого этих этой двери да ох сколько я тут только не перепробовал всего смотрите тут даны разные фазы луны каждой фазе соответствует определенная буква латинского алфавита слева дается расшифровка собственно указаны те же самые буквы и после каждой буквы имеется четыре цифры до первое что мне пришло в голову надо смотреть те цифры до которые указаны под теми буквами что расположены на углах этой фрески ну логично же да вот тут b тут аж английская тут f тут d но я перепробовал думал какие цифры чего думал может быть тут первое тут вторая тут идет третья буква ой цифра короче я так затуплял я так здесь лазил долго и упорно пытался подбирать эти коды в итоге получается что подходит нам код от буквы g то есть все четыре цифры от 94 26 я не понимаю с чем это связано что я где в этой игре пропустил какую подсказку а я вижу тут на заднем фоне вот этой зловещей морды да есть какие-то гравировки может быть на меньшем разрешении экрана они более отчетливо выглядят может быть на них изображена определенная фаза луны но сейчас я этого тупо не вижу и я не помню чтобы я где-то по игре встречал какую-то подсказку которая бы мне сказала что вот мол именно такая фаза луны сегодня или может быть нет на небо я не могу посмотреть в общем а если кто-то что-то подобное заметил то что я пропустил до напишите в комментариях мне просто интересно почему именно буква d то есть какая логика здесь прослеживается так сейчас какой там был код забыл его а 94 26 набираем 90 4 26 вуаля но это было сложно я хочу отметить сложно непонятно и нелогично так дверь открылась что же дальше давайте смотреть мы с вами нашли какой-то коридор и тут не менее зловещая рожа смотрит на нас прямо из темноты так тут у нас с вами окровавленная лопата и лом да лопата и лом кажется я уже догадываюсь где мы можем использовать лом так сюда мы можем что-то применить видимо это динамит точно ну к динамиту должен подходить битфордов шнур и как же нам его поджечь они как пойдемте с вами вниз помните к тому месту где есть один интересный каменный блок прошлой серии в конце все думал что же мне к нему применить как же его можно сдвинуть так вот у нас теперь есть лом вуаля и мы с вами нашли где не динамит а детонатор вот вылетел из головы слово так попробуем применить есть лично так с камнями из этой зловещей морды выпало что-то какой-то драгоценный камень или что-то вроде стеклянного шара так что тут охренеть смотрите тут куча скелетов несколько камер и в каждой по нескольку скелетов может мы сможем здесь что-то взять может можем как-то эти камеры открыть так на решетке применить мы явно пока ничего не сможем череп не получится взять вообще как-то здесь стремно завывает ветер словно намекая нам уходи и уходи отсюда но мы-то с вами не уйдем потому что мы преследуем совершенно конкретные цели несмотря на все эти ужасы будем продолжать двигаться в нужном нам направлении так тут что-то вроде шахматной доски 4 на 5 клеток 20 клеток какая-то клетка из них может быть активно так нет там внизу тоже какая-то пропасть адовая так что тут а смотрите наверное сюда надо вставить второй шарик и мы с вами уже по другую сторону этой по тайной двери так мы с вами с обратной стороны камер ну да давайте тогда внимательно осматриваться здесь тут наверняка ведь может быть что-то интересное ну может быть даже не столько интересное сколько полезное для дальнейшего пробежать прохождение и в итоге удачного финала игры темнотища то какая так а тут что все в стиле дракула сюда нам хода нет так а тут сюда тоже нет а смотрите-ка есть какая-то комната что мы тут можем взять так отлично смотрите-ка у нас появился доп инвентарь это красный камень драгоценный на цепочке колчан со стрелами арбалет и фонарь попробуем применить стрелы на арбалет так а жидкость отлично это не может не радовать по крайней мере у нас с вами есть уже оружие которого могут бояться вампиры они не могут они просто обязаны его бояться так хорошо больше тут ничего нет да ладно так а это что что я тут могу применить может быть лопату нет лом фонарь интересно так значит в этом закутке есть что-то на полу что мы можем туда применить вообще кто эти все бедолаги за что их заточили в эти проклятые темницы так что то я не вижу тут больше никаких дверей а здесь решетки отогнуты и мы можем зайти в эту камеру сейчас давайте пройдем еще прямо убедимся что тут ничего нету пойдемте тогда внутрь сделаем этот шаг да хотя конечно наблюдать это зрелище дело из неприятных тут вообще один распят можно представить что их тут морили голодом это просто очевидно так если игра нас запускает сюда то видимо тут есть что то давайте это что то искать здесь не с головой подвесили да так смотрите что мы тут можем мы взяли скелет нет так а мы можем сюда что то применить лопата берцовая кость ясно ясно что ничего не ясно так я казан великий камергер князя раду с моими верными товарищами пленниками составили план как найти гробницу нашего господина вы нашедшие меня избавьте моего хозяина от мук и пусть не зайдет на вас божья благодать князь раду и нам найти его гробницу чтобы избавить его от мук от каких мук и каким образом избавить так у нас появилась какая-то подсказка что это за место так тут нам надо установить череп на череп какую-то рогатку и короче подать свет на то что лежит на этой рогатке ну и разумеется текст на непонятном языке который увы я вам прочитать не смогу ну ладно хорошо давайте тогда изучим еще этот склеп братская могила уже какая-то тут больше на полу никто не валяется кого можно было бы сдвинуть так а что мы вообще можем у нас допустим есть ожерелье мы к чему это можем применить о перцовая кость с драгоценным камнем и так судя по плану по плану этого зала мы с вами находимся вот как раз где то тут если лицом стоять к выходу из этой камеры то прямо 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 вот левее камеры это так ну все правильно вот вот где то здесь вот это вот место или может речь идет об этом скелете ну тут больше ничего нет установить череп мы должны нет вообще помните вот тот проход да пойдемте-ка туда попробуем это сделать там так вот здесь точно и что теперь что мы можем еще сделать опа а вот кто мог придумать такой механизм открытия этой двери да какой же такой злой гений то именно вот исходя из использования человеческого черепа драгоценного камня и фонаря о нет сколько тут этих камер елки-палки а так это мы вернулись охренеть что мы здесь можем взять давайте смотреть бедные люди а это было жестоко так поступать с ними один умер прямо таки сидя на столе за столом так до сих пор еще слышны какие-то голоса кто где не понял ах ты ж елки-палки фига себе мы кого-то замочили так можем идти только вниз неужели там внизу еще такой же этаж будет это просто вот за все это дракуле несколько пожизненных точно должно светить это выход наверх блин я тут ничего не вижу пошлите вниз вот это выход наверх это выход наверх я ничего не вижу куда идти так куда то я вышел отсюда это я вышел отсюда и идти могу только туда ладно вот этот бедолага который висел внизу этой пропасти помните мы сюда вот как раз здесь появились так а мы можем как-то что-то тут предпринять фонарей что это такое боже мой неужели это не достающая часть кольца дракона я нашел камень раду ну конечно кто бы мог сомневаться что у нас есть у нас есть этот самый камень раду а как нам его использовать вот в чем вопрос ну ладно тем не менее давайте посмотрим не упало ли еще чего-нибудь полезного здесь мы можем идти с вами пока только в одном направлении да это было высоко что такое где я и как мне отсюда выбраться смотрите это то самое кладбище где мы были с вами в первой части помните мы копали здесь и нашли кольцо дракона знаете но тем не менее несмотря на то что мы находимся на кладбище мне здесь как-то поспокойнее плавание также самой фреской я по-прежнему здесь ничего не могу поделать так что тут можно применить Но я так понимаю, что нам сюда нужно вставить недостающую часть фрески. Только где она находится? Вообще интересно, а если прогуляться по тропинкам в сторону гостиницы, она там будет? Или нет? По-прежнему там за столиком будет сидеть справа тот старичок. Так. Тихо. Кто бы вы ни были, немедленно покиньте это место. Кладбище находится в хрупком равновесии. Лишь образ святого Георгия может противостоять всей нечисти, которая находится здесь. Если хоть малейший вред будет причинен иконе, мир, в котором мы живем, может погибнуть. Поэтому бегите. Бегите, не оглядываясь. Образ Георгия Святого. Кто бы вы ни были, немедленно покиньте это место. Кладбище находится в хрупком равновесии. Жаль, пропуск нельзя сделать. Лишь образ святого Георгия может противостоять всей нечисти, которая находится здесь. Если хоть малейший вред будет причинен иконе, мир, в котором мы живем, может погибнуть. Поэтому бегите. Так, ясно, ясно. Мы не из тех людей, которые, не оглядываясь, будем убегать из места, которое нам интересно. Кроме того, мы еще не достигли своих... ...не выполнили поставленных перед собой задач. Так, что это такое? Что я сюда должен положить? Смотрите, часть иконы. Так, сейчас. Сейчас все будет. Давайте ее установим на свое место. Вуаля! И... Что теперь? Обратно мне уже не вернуться. Да, особо-то я и не хочу. Что-то какие-то инопланетные звуки стали появляться. Как будто где-то приземляется НЛО. Так, ну сейчас они опять нам будут лекции читать, да? Не, я больше не хочу их слушать. Но в то же время я и не совсем понимаю, что мне теперь делать. Так. Что это такое? Такое ощущение, что это фрагмент какой-то статуи. Смотрите, с распятием. И... К чему это надо применить? Вот в чем вопрос. Тут распятая птица. Может быть я теперь могу это кладбище покинуть? Нет. В том-то и дело, что не могу. Хм. А что же тогда? Что я здесь пропустил? Не понимаю. Не понимаю. Так. Куда я должен это приспособить? Что-то мне непонятно. И в дополнительном инвентаре особо ничего такого нет. Что можно было бы использовать с этой... С этим фрагментом какой-то статуи. Так. Надо... Такое ощущение, что где-то еще зарыто что-то. Может быть теперь мы можем положить эту руку сюда. Как вы думаете? Давайте я попробую это сделать. Если опять начнется лекция, то я просто потом смонтирую это дело и вы уже этого не увидите. Так. Нам опять была прочитана лекция. Я по-прежнему в недоумении. Что же делать? Как же быть? Что я тут должен еще предпринять? Не понимаю. Я выйти отсюда никуда не могу. Логически тут что-то выдумать не получается. Может тут какой-то замок есть? Да нету. Вот же Пападос. Вот это Пападос. Ну. Вообще непонятно блин. Идеально. 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 Так. Ну на оружие-то оно применилось. Это понятно. До сих пор у нас еще с вами есть шприц. Зачем-то. Не ясно. Если я сейчас ничего не найду в ближайшие 30 секунд, мне придется заканчивать серию. Иначе на записи это все будет очень и очень печально. Я вот например, ну вот по логике да, вот что я должен здесь предпринять? Вот руководствуясь какими-то логическими там умозаключениями. Моя например логика подсказывает, что здесь вот есть цепь. Часть этой цепи идет куда-то в сугроб. Надо было бы здесь что-то копнуть. Но нет. Мне никто не предлагает здесь что-то откопать. И вообще что-либо сделать с этой цепью. Мне даже обратно-то спуститься и то никто не дает возможности. В общем ладно друзья. Было очень приятно проходить эту серию. Хоть надо признать, что она мне далась довольно-таки тяжело. Вот в самом начале. Там где мне надо было разбираться с этим замком. Ладно буду заканчивать действительно, потому что я не понимаю что мне тут делать. Между сериями я как обычно облажу здесь каждый миллиметр. Ну и наверняка что-нибудь найду. Так что всем кто смотрел огромное-огромное спасибо. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И увидимся с вами уже в следующей серии. Пока-пока. Пишите комментарии. Пока-пока. 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 Пишите комментарии.